Подробнее о судьбах мобилизованных россиян, которых отправляют на войну против Украины, мы поговорим с нашим гостем Богдан Литвин, координатор движения Весна. Здравствуйте, Богдан. Здравствуйте. 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 Потому что многих людей буквально отлавливали по месту жительства, по месту работы, и они в силу незнания своих прав часто уже ничего не могли с этим сделать. Мы, безусловно, последний больше чем месяц распространяли информацию о том, как не оказаться призванным по мобилизации, но понятное дело, что большое количество людей все-таки об этом не знали и оказались там, где оказались. И многие из них, возможно, после этого насилия в свой адрес рассчитывали на то, что хотя бы какое-то оправдание они для себя найдут в деньгах. Этих денег им тоже отказываются выплачивать. В итоге там, да, родственники собирают им на снаряжение и все прочее. И получается, да, что государство российское – это такая вещь, которой не стоит верить вообще никогда. Они дают какие-то обещания, они всегда эти обещания нарушают. То бишь здесь в основном, конечно, главный инструмент – это кнут. И сейчас они сделали какую-то паузу в массовой мобилизации, вернуться к ней, может быть, через пару месяцев, более изощренным кнутом. Также вот у них есть кнут призывников принуждать подписывать контракты, тоже бросают. И вот сейчас, например, в России начинается осенний призыв, и призывников после полугода службы тоже уже вынуждают обычно отправляться на фронт тоже. То бишь в основном это различные манипуляции через кнут. Потому что пряник, ну, мы видим, да, ничего никому не платят, живут они в довольно специфических условиях. Ну, тоже, Богдан, после того, как начинаются, ну, где-то бунты, где-то кто-то поднимается из россиян, я имею в виду из тех, кто либо мобилизован, либо уже их должны мобилизовать, все-таки поднимают определенные бунты, возмущения, и вот здесь опять-таки пытаются немножко как денег бросить, чтобы подуспокоить. Вот глава Чувашии, Олег Николаев, заявила о выплате 50 тысяч рублей каждому мобилизованному после бунта чувашских призывников в части в Ульяновске. А вот сам механизм для понимания, вот насколько вы знаете этот механизм, значит, обещают и местные власти, обещают псевдовласти, псевдореспублик, обещают военное руководство ЧВК. Вот обещают ли все, ну, или обещали, или обещают, а выплачивать кто должен, по факту, этим людям, солдатам, я имею в виду, и кто должен выплачивать, либо родственников, то есть как эти деньги вообще находят? Ну, знаете, все-таки стоит разделять отдельно мобилизованных, ЧВК и все прочее, потому что мобилизованных за них действительно всю финансовую ответственность переложили на регионы. За ЧВК там мы не знаем вообще, каким образом финансовые институции упривоженно работают, но конкретно да, вот мы видим, почему именно губернатор Чуваши отвечает за чувашских мобилизированных в плане вот этих всех обещаний денег, потому что именно вот так вот они распределили ответственность своей вертикали. Вот, и понятное дело, что эти регионы, и без того в России выстроена так система, что чем ниже уровень власти, тем меньше денег, и федеральный центр забирает все деньги, при этом замобилизованных расплачиваться должны будут обязательно регионы, а не федеральный центр. А напомните, пожалуйста, вас же внесли в реестр террористов-экстремистов, там было судеб... Это пока что Росфим-мониторинг, то бишь условно банковские переводы и все прочее, а именно Минюст, который уже признает именно экстремистами, окончательно у нас будет суд, он еще какое-то время продлится, результат, конечно, понятен, но пока еще этого не случилось. Тем не менее, звучали от вас заявления, ну понятно, почему, да, к вам эти вопросы звучат от российской власти за антивоенную кампанию, говорили вы о том, что не собираетесь ее прекращать, планируете продолжать дальше, в том числе часть антивоенной кампании, я уверена, это и разъяснение, это донесение информации до россиян о том, что же на самом деле происходит на территории Украины, что же на самом деле делает военное руководство и политическое руководство Российской Федерации. Как вы думаете, вот в этой части, ваша работа в том числе, тех активистов, которые не согласны с путинским режимом, в тех условиях Российской Федерации, которые сейчас существуют, насколько это результативная кампания, насколько это все-таки можно распространить и донести реальный фактаж, реальную информацию, я имею в виду, и насколько сами россияне готовы ее услышать и воспринимать, потому что, ну как, сила российской пропаганды все равно велика? Ну, здесь нужно понимать, во-первых, что для разных людей разговоры о войне должны вестись совершенно по-разному. Есть какая-то прослойка людей, для которых в первую очередь это морально-этические аргументы, есть какая-то прослойка людей, для которых это вопрос именно личного интереса, почему именно им не выгодна эта война. И мы условно сейчас чуть больше уделяем внимание вот этому более широкому кругу людей, больше говорим о том, какие проблемы для них война, потому что для них это понятнее. И та же мобилизация, это, конечно, тоже такой неожиданный аргумент в этой ситуации, потому что многие на это тоже не рассчитывали. Вот, у нас сейчас идет две такие параллельные истории. С одной стороны, мы рассказываем о том, что сейчас происходит совершенно преступное уничтожение бомбежки гражданской инфраструктуры Украины, а с другой стороны, мобилизация, люди погибают от мобилизации. Ну вот, понимаете, это как бы два разных таких месседжа, совершенно разная аудитория, вот, потому что не существует некой единой общности народ, существуют совершенно разные люди, у которых разное восприятие реальности, разные аргументы им подходят. Безусловно, цензура военная и много чего, что еще было введено в России за последнее время, и там попытка придать нам статус экстремистов, они ограничивают наши некоторые возможности. Тем не менее, все последние полгода с лишним мы живем в ситуации, когда нам необходимо адаптироваться, потому что мы точно не хотим прекращать делать то, что мы делаем, нашу борьбу. Мы считаем, что если, ну, было бы странно от репрессий просто опускать руки, потому что наивно полагать о том, что если ты борешься с авторитарным режимом, который развязал войну, то он не будет тебе за это ничего делать. Вот, мы адаптируемся, находим новые способы, и понятное дело, что у нас нету сейчас какой-то эффективной метрики того, что мы делаем. Почему? Потому что социология в России довольно сомнительна, потому что большинство респондентов просто не отвечают на вопросы, но тем не менее, очень там социологи пытаются каким-то образом замерить все равно, делая более такие непрямые вопросы в духе, вы хотели бы сейчас там писание какого-нибудь мирного договора, понятное дело, что не могут просто говорить более, так сказать, последовательные и правильные вопросы. Вот, мы видим, что запрос на мир внутри российского общества растет, недавно был, а у Левары какой-то опрос на эту тему, но тем не менее, именно какой-то прямой метрики с этим всем мы не можем знать, поэтому мы делаем то, что должно, как говорится. Еще мнение по одному вопросу хочу услышать. 21 российские военные из числа призванных в армию в рамках этой так называемой частичной мобилизации насильно их удерживают в подвале на территории поселка Завитный Бажаня Донецкой области Украины, сообщает издание The Insider со ссылкой на жен и матери отказников. По их словам, мобилизованным угрожают расстрелять их в том случае, если они не поедут на передовую. Соответственно, российские войска угрожают, со слов родственников, отказников почти не кормят и не предоставляют им средства личной гигиены. Жены и матери мобилизованных написали заявление в Следственный комитет Российской Федерации о том, что их родных держат в заложниках, однако никакого ответа не получили. Два момента, что дают такие обращения со стороны родных, и если российские войска держат своих же людей и не считают их заложниками, тогда все обращения родных с заявлением «подождите, наших насильственно удерживают», они получаются со стороны военного руководства уже заведомо ложные. Тогда опять-таки какой результат таких обращений? Ну, знаете, это буквально еще только новая история все-таки. Раньше были просто отказники, которые там контрактники. У них там было все понятно, что они имеют право разорвать контракт и уехать. Их там удерживали, но мы прекрасно понимаем, что потом там многие путем продолжительной борьбы уезжали домой, потому что у них было такое легальное право. Сейчас новое законодательство, безусловно, ограничивает возможности у тех, кого отправили на фронт, оттуда уйти. Это, правда, очень сложно. В некоторых ситуациях нужно писать даже заявление на альтернативную гражданскую службу. К сожалению, просто зачастую других вариантов нет. Поэтому им легче угрожать становится. Конечно, к счастью, в России сейчас нет смертной казни. Все-таки существуют моратории на нее, так что, конечно, их расстрелять не должны. Но это угроза работающая, понятное дело. Люди, безусловно, эту угрозу воспринимают. Это такая история, которой мы еще пока не знаем, чем она может закончиться. Но то, что родные борются, это правильно. Так и нужно делать. Потому что если они вообще бы ничего не делали, судьба бы их родственников была бы совсем незавидной. А если у них получится... Это пока непредсказуемая история. Если у них получится, то это будет, конечно, прецедент. Также, как буквально, недавно эта история с чувашскими мобилизированными, которые находились в Ульяновске, никто же не знал, что в итоге от их протестов, их на несколько дней отправят в увольнительную, какие-то деньги пообещают. Увольнительная – это уже возможность тоже как-то дальше бороться за свои права в несчастье. Но у них такой перспективы и понимания, что это случиться не было. Они, тем не менее, начали бороться за свою жизнь, за свои права и так далее. И у них что-то получилось. Поэтому прекращать попытки не стоит. Может быть, у родственников все-таки что-то получится. И мне кажется, что это уж лучше, я не знаю, получить какой-то штраф за дискредитацию, чем то, что у тебя там муж или кто-то еще приедет в цинковом гробу. Так что бороться стоит. А вот тоже еще о судьбе отказников звучало как-то мнение о том, что, получается, отказался от войны, попал воевать, отказался, попал в тюрьму. Из войны ЧВК забрали все равно на войну. И итог все равно война. Или нет? Как думаете? Ну, знаете, это, безусловно, скорее история такая. Больше про, ну, не мемы в интернете. В духе того, что там рисуют такие карты алгоритмов. Человек там не хочет служить. И его все равно отправляют при всех сценариях. Но на самом деле таких историй особо заметных не было. Безусловно, в ЧВК раньше изначально пытались набирать тоже пряник. То, что вы там, если сидите, на 30 лет вас посадили. И вы там полгода повоюете, вас отпустят. И там по этому поводу существуют какие-то инструменты. Но зачастую понятно, что система исполнения наказаний в России – это, знаете, личные рабы начальника колонии. И, как я понимаю, Прибожин сейчас просто торгуется с начальниками колонии и покупает заключенных как рабов. В таких ситуациях, конечно же, такой сценарий возможен. Но, тем не менее, это говорит о том, что нужно продолжать все равно как-то этому противодействовать. Но эти случаи, они просто не настолько распространены, чтобы стать вот такой частью общей повестки. Я имею в виду именно принудительную отправку именно из колонии. Хотя эта история, безусловно, есть. Угу. Звучала информация от Главного управления разведки Министерства обороны Украины о том, что на территорию Беларуси продолжают поступать подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые преимущественно состоят из так называемых частично мобилизованных граждан. И последние вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках. И на данный момент среди этих военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний. В основном это заболевания дыхательных путей и инфекции желудочно-кишечного тракта. Цитата по этому поводу далее. Сейчас масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Окупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из Российской Федерации. В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования Вооруженных сил Республики Беларусь. Вспышку заболеваний на нем также связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обслуживания. И сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины. С какой главной сейчас проблемой, по вашему мнению, сталкиваются российские мобилизованные? Это плохая экипировка, это отсутствие подготовки или это вот такие вспышки заболеваний? Знаете, я бы не выделял бы, что это главное. Безусловно, существуют все такие разные проблемы. Безусловно, история с мобилизацией, это была всегда история про акт отчаяния и никакого готового подготовки у российских войск для этого не было и переварить этих мобилизованных не было возможности. Поэтому мы видим, на каком это уровне происходит, что никаких условий для них не существует, экипировки не существуют и так далее. И, соответственно, да, все различные плохие сценарии будут постоянно происходить. Кто-то будет заболевать, кто-то будет жить в скотских условиях и так далее и тому подобное. Все это происходит, все это будет происходить и вряд ли изменится. Безусловно, история с мобилизацией, это история про то, что в момент поднесения военных поражений российское командование решило перейти к такой старой тактике завалить трупами противника и поэтому к мобилизованным отношениям, на мой взгляд, тоже соответствующее. И вот оно проявляется. Другой вопрос, когда вот это вот отношение скажется на общественном мнении. Вот это вот куда, так сказать, более интересный вопрос, потому что так все будет плохо для мобилизованных. Про общественное мнение и про вот это вот осознание там или понимание со стороны мобилизованных, что их ожидает, куда их бросает военное руководство Российской Федерации. Была еще одна попытка проведения акции. Вот российские телеграм-каналы распространили видео момента поджога военкомата в одном из городов на Дальнем Востоке и сообщается, что поджигателям удалось успешно покинуть место. Но насколько их найдет, полиция не найдет, это уже другой вопрос. Но, по крайней мере, вот такие попытки протеста против мобилизации в Российской Федерации мы наблюдаем все более и более. Напомню, на этом видео на Дальнем Востоке бросают коктейль молота в военкомат в одном из городов. Богдан, вы как считаете, какие сейчас более действенные методы для борьбы со стороны тех, ну, я не знаю, не то чтобы даже активистов, со стороны обычных россиян, которых могут мобилизовать, со стороны их родственников вот в таком формате поджога, или это нужно какого-то другого рода? Это один момент. И второй еще тоже. Все-таки найдет ли, как вы сказали, да, в репрессивной, да, вот эта репрессивная машина все-таки, найдет ли она вот таких фигурантов, насколько накажет потом за такие акции? Я вот сначала хотел бы прокомментировать, вот вы показали видео. Понятное дело, что эта история с военкоматами, она эмоционально, вот когда ты напряжен, зол и полон ярости, она выглядит красивой картинкой, которую хочется поддержать. Но вот если вы видите, вот этот молодой человек, куда он кидает коктейль молота? Он кидает ее в дверь. Толку от вот этого конкретного поджога у него в итоге никакого нет. Потому что единственная идея, ради которой все это когда-то обсуждалось, это для того, чтобы поджечь личные дела. Он кидает не в окно, он кидает в железную дверь, и ничего он, конечно же, кроме крыльца этого не подожжет. И большинство историй про поджоги военкоматов в России, это история про попытка поджечь дверь металлическую, которая, ну, сгорит, не сгорит, какая разница? Это не горящий военкомат, это горящая поверхность военкоматов. И большинство людей, кто в этом участвует, они не знают вообще, как с этим работать, как именно все это делается. В итоге вот они поджигают ничего не значащие двери, в итоге они не соблюдают никаких правил безопасности и садятся. Вот, поэтому там, знаете, когда ты работаешь с широкой аудиторией, ты не можешь призывать людей к таким действиям, потому что они, ну, не обладают никакой достаточной компетенцией, чтобы не задержаться на этой истории, при этом еще и постоянно поджигают двери. Абсолютно бессмысленная история. Вот, поэтому, конечно, куда важнее, там, именно для широких масс недовольных заниматься, там, условно, отбитием людей от мобилизации. Сейчас раскачиванием общественного мнения в контексте того, что происходит с мобилизированными и так далее. Потому что, да, это, безусловно, кажется чем-то таким незаметным на дни айсберга общественного возмущения, где яркой картинкой выглядят вот эти такие видео. Но от этого больше пользы, с одной стороны, а с другой стороны, как раз для людей меньше проблем. Потому что, ну, вот какой смысл, опять-таки? Вот он кидает в дверь. Там никаких личных дел, как и было, нет. Вот, поэтому, к сожалению, еще общество пока не готово к массовому протесту. Но для того, чтобы этот массовый протест существовал, нужно создать условия. Нужно там, чтобы люди умели распространять информацию, чтобы в этой информации было какое-то доверие и так далее. Российское общество, оно такое, знаете, называется это деполитизированное. Это когда никто никому не верит. И там, условно, люди считают, что их пытаются все подряд манипулировать. И поэтому, ой, вы там делаете какие-то черные политтехнологии со своими митингами и так далее. И они как бы и властям не доверяют, и нам не сразу доверяют. Поэтому это как бы сложно. Здесь нужно работать, безусловно. Вот, ну вот, да, вот такие методы. Вы знаете, люди, которые вагоны сваливали, вот, они куда больше пользы принесли, чем вот эти вот поджоги военкоматов. Но опять-таки, кто этим занимался? Люди, которые как минимум разбираются, как работают железнодорожные пути. Ну вот, знаете, представьте, там была просто история с этими поджогами военкоматов. Одиннадцатиклассница пошла поджигать военкомат. У нее два коктейля молотова сгорели на улице. Вот, в итоге ее там это привлекли к ответственности. Если это одиннадцатиклассница пошла бы спускать вагоны, она тоже бы ничего не сделала бы. Вот, в то время как она может принести какую-то другую пользу. Вот, да, типа зависит от того, что люди умеют и так далее. Вот, поэтому... А сейчас еще, ко всему прочему, власть на эту историю с военкоматами очень активно реагирует в попытках цифровизировать все эти личные данные. И сейчас им уже... Эта история, в первую очередь, всегда была про личные карточки. Все думали, что там человек отслужил, там у него есть какая-то воинская специальность и так далее. Сейчас стали призывать по мобилизации людей, которые вообще никогда не служили. Подключают госуслуги, пенсионный фонд, все прочее. А эти данные коктейль молотова не сожжет. Они где-то на серверах находятся в Москве. Вот, никто эти места не знает. Поэтому это вопрос того, что иногда красивая картинка выглядит, конечно, безусловно, очень привлекательной, но толпу от нее зачастую мало. Здесь важно понимать, да, цели ради чего. Богдан, спасибо вам огромное. Богдан Литвин, координатор движения «Весна», был с нами на связи. Говорили мы и об акциях, которые устраивают россияне для того, чтобы не участвовать в мобилизации. Говорили мы и также о судьбе мобилизованных россиян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова